Дорогие зрители, сегодня с нами Равзе Эдашевский, как всегда пришел к нам на чай. Сегодня продолжим разговор о Сэфер Берешит. Равзе, ну, во-первых, чайку, а во-вторых, Авраам нам обещает, что он вернется. Вернется с Ицхаком. Вы правы, да, он сказал, мы вернемся. Мы вернемся, да. И тут Ицхак пропадает. Ицхака нету с тех пор, что с ним произошло. Дорогие зрители, сегодня с нами Равзе Эдашевский. Равзе Эдашевский, как всегда пришел к нам на чай. Сегодня продолжим разговор о Сэфер Берешит. Равзе, ну, во-первых, чайку. Да, не откажусь. Авраам нам обещает, что он вернется. Вернется с Ицхаком. Вы правы, да, он сказал, мы вернемся. Мы вернемся, да, и тут Ицхак пропадает. Ицхака нету с тех пор. Что с ним произошло? Смотрите, когда Авраам расстается с этими юношами и говорит, мы поклонимся и вернемся к вам, то, попросту говоря, он, наверное, не хочет вводить ажиотажа. Вряд ли он понимает, что они вернутся вместе. С другой стороны, на более глубоком или высоком уровне, Авраам как бы говорит пророчески, сам того не зная, что Ицхак останется жив. И когда после всей сцены, которую мы в прошлый раз с вами обсуждали, говорится, что Авраам вернулся один к этим юношам, читатель чувствует какой-то удар. А что же случилось с Ицхаком? Это ваш вопрос. Простой ответ. Ицхак после этого, ну, прямо, скажем, незаурядного переживания не готов вернуться домой и продолжать жизнь, как будто бы ничего не произошло. И поэтому Медраж говорит, что он отправился к Агаре. Наверное, потому, что он чувствует изъян в своей семейной жизни. Его брат по отцу изгнан из дома, и он не может с ним общаться. Поэтому Медраж говорит, что он отправился сюда, к Агаре и Ишмаэру. В пустыню? Да, где-то там в пустыне. Наверное, возле того колодца, которому Агарь дала имя, где ангел с ней разговаривал. И есть гораздо более глубокий взгляд на эту историю, где говорится, что действительно Ицхак был принесен в жертву. Как? Ведь ангел сказал, Авраам, Авраам, не протягивай руки на юношу и не делай ему ничего, значит, он явно его не зарезал. Конечно, нет. Кого он принял в жертву? Барана. И он увидел баран, который стоит, запутавшись в кустах рогами. А как он понял, что этот баран предназначен для принесения в жертву? Да, им надо подменить. Как он узнал его? У этого барана была одна особенность. Он простоял в этих кустах с шести дней творения. И в нем все было замечательно, кроме одного дефекта. В нем не было души. Одно только тело. И поэтому говорит нам Медраж, что был принесен в жертву баран с душой Ицхака. А как же Ицхак? Куда же он пропал? Ицхак выполнил свою функцию на отлично. И Бог дал ему новую душу. Как бы премиально он получает новую задачу – жить с новой душой. И нам неоднократно, говорит, устная традиция, про Авраама Бог говорит, я помню, про Якова говорит, я помню, про Ицхака он не говорит, я помню. Что он не помнит Ицхака, не нужна память. Пепел Ицхака хранится под престолом божественной славы. Пепел барана, но душа была Ицхака. Понятно. Но мы все-таки знаем, что Ицхака после этого есть сватовство. О, да! После того, как произошла эта сцена, нам Тора сообщает две вещи. Во-первых, что у брата Авраама, Нахора, тоже родилось потомство. Это доходит до рождения очень важной героини нашего народа – Ривки. Это сообщается вот сразу после сцены Сакедатеса. То есть она уже готова? Она как бы ждет дальнейшего развития событий, да. А вот Сара на этом деле заканчивает жизнь в этом мире. Она прожила 127 лет. Все они были совершенными. И говорит нам Медра, что это Сатан, которому не удалось сбить ни Авраама, ни Ицхака от исполнения заповеди. Он шепнул Сарицу, знаешь, куда Авраам повел Ицхака, что этот безумие делается? И этого ее душа не выдержала и упорхнула от нее. Так в устной традиции. А на ваш вопрос, что дальше с Ицхаком? Дальше. Авраам о нем заботится. Он посылает своего раба. Или Эзера. Или Эзера. Посылает с очень важным заданием. Найти невесту для сына. Но он ему дает очень странные условия. С одной стороны, ему нельзя брать местную девушку, а только девушку оттуда. Но с другой стороны, если девушка не захочет приехать сюда, то строго запрещено вывести Ицхака к ней туда. Ни в коем случае. Вот это Авраам жестко ставит оба условия. Отсюда невесту не брать. Обязательно брать оттуда. Но берегись, говорит он, чтобы ты не вернул моего сына туда. Почему так? Значит, смотрите. Идолам поклонялись там не хуже, чем здесь. Там еще были непревзойденные мастера в области колдовства. Ну что же. В моральном отношении, в смысле этических качеств, там люди были менее испорчены, чем здесь. А это передается следующему поколению сильнее, чем идеология. Потому что мы нередко видим, что идеология сыновей резко отличается от идеологии отцов. Как в случае с Авраамом. Как в случае с Авраамом. Вы совершенно правы, да. И почему не брать невесту отсюда, мы поняли. Вот почему не возвращать туда, это понятно. Если ты моего сына отправишь туда, в среду этих людей, которые все-таки похлоняются идолами, колдуют, плохо себя ведут, они на него будут дурно влиять. А невеста будет чувствовать себя там среди своих. Поэтому невесту нужно оттуда выкорчевать и принести в среду, в которой она не чувствует своей себя. Это такие задания получает этот раб. И я понимаю, что вас несколько удивляет, как такую важную вещь, как выбор невесты для сына, о котором обещано, что в нем наречется потомство, то как можно поручить рабу? Да и вообще, где Ицхак? Он не хочет себе выбрать невесту? Ицхак очень своеобразный герой. Мы пока не видим, чтобы он хоть что-нибудь решал в жизни. Нет, хотел он, может быть, хочет много. Но мы не видим, чтобы он что-нибудь решал сам. Очень пассивный. Он немножечко подрос и с ним плохо обращается старший брат. Мама говорит, прогони этого старшего брата с его матерью. Он сильно подрос. Всевышний говорит, принеси его на жертвенник. Ну, надо, надо. Надо, надо. Теперь папа посылает раба выбрать невесту. То есть получается, что Ицхак как бы в этой реальной жизни не проявляет какой-либо активной позиции. Это очень не случайно. Потому что Ицхак является средним из трех наших праводцев. В сравнении народа с деревом он играет роль ствола, который соединяет между корнем и кроной. он является в некотором смысле опорным столпом. А вот почему так мало заметна его активность, это вопрос хороший. Не будем забегать вперед. Мы еще встретимся с Ицхаком. Равзаев, а как раб справляется все-таки с этой миссией? Вы знаете, он очень преданный раб. Помимо того, что он, согласно устной традиции, необычайно образованный человек, он намек, вот та кобылица, которой мушка сядет на щечку, вот это я. Так легко решать задачу с подсказкой. Но можем ли мы рассматривать условия, которые Лезер формулируют в своей молитве, можем мы считать, что это вроде мушки, которая она села на щечки. Между характером Василисы Премудрой и мушкой, которая села на щечку кобылицы, нет никакой внутренней связи. В отличие от условия, которые ставит умный раб. Так объясняют наши более поздние мудрецы. Он проверяет заодно характер этой девушки. Вот она пришла с кувшином, зачерпнула воды из колодца, а тут какой-то незнакомец. Незнакомец. Говорит, наглади-ка свой кувшин, дай-ка мне попить. Если она, девушка злонравна, она скажет, а может ты какой-нибудь больной, а может тебя слюны напустишь. Иди-ка ты стороной. Да и вообще, вода моя. Да, я черпала. Я черпала, вода моя. Если она девушка добрая, она скажет, пей. Но после этого, интересно посмотреть, что она сделает с остатком воды. Если она понесет ее домой, она девушка добрая, но не очень умная. А вдруг он больной? А вдруг он слюней туда напустил? Выплеснуть воду под ноги? Обидно. Если она девушка умная, она скажет, дай-ка я верблюдов твоих напою. И Ривка превосходит с его ожидания. Она говорит, пей, господин мой, и верблюдов твоих напою, пока они не напьются. То есть караван из десяти верблюдов девочка напоила нисколько не устав, не ленясь. И не смотрите на меня с таким удивлением, что я говорю, девочка, может она взрослая. Но Медраж говорит, что ей было три годика. А сколько Ицхаку? Ицхаку было сорок лет. Это не называется неравный брак, это хорошо. Но вопрос, откуда Медраж взял этот странный возраст для замужества, три года? Потому что, когда Ицхак был принесен на жертвенника во время связывания, мы знаем из устной традиции, что ему было 37 лет. Откуда мы это знаем? Раз цара сразу же после этого умерла по Медражу, ей было 127, она родила его в 90, значит, Ицхаку 37. Он женился в 40, а сообщение о том, что родилась Ривка, пришло как раз, когда ему было 37. Значит, ей сейчас три годика. Вы скажете, она могла родиться за 10, 20, 30 лет? До этого могла, но Медраж не допускает таких разрывов. Как трехлетняя девочка напоила целый каван верблюд? Вот именно. Ну, в стиле веселого праздника Пуриум, говорят, верблюды тоже были маленькие. Значит, как бы то ни было, это сватовство удалось на славу. И даже злодейские родственники, хитрецы и жадины, которые заодно хотели отравить этого раба или отзора, они ничего не могли сказать. Они говорят, это вышло от Бога, от Всевышнего, ничего не можем сказать ни худого, ни плохого, бери и уходи. Расскажите, а почему именно, почему мы видим это только через Медраж все-таки? Потому что, как бы в тексте это все не написано. Смотрите, вы правильно очень ставите вопрос, что Медраж источник вне письменной Торы, но мы не можем полагаться на один только письменный текст, потому что тогда мы его совсем никак не сможем понять. Почему не все написано в самом письменном тексте, а что-то оставлено для того, чтобы айсберг не плавал без своей подводной части? Я в скрытом виде отвечаю по-еврейски вопросом на вопрос. А что по-вашему, айсберг может плавать весь наверху? очень важно понимать, что некоторые вещи не принадлежат этому вот физическому миру. Я не могу поклясться, что я найду выписку из медицинской карты Ривки, что ей было три года. Но почему важно сообщить это в устной традиции? Для того, чтобы показать сразу нам, что наша прародительница Ривка была женщиной абсолютно необыкновенного характера. Уже в три года она обладает не то, что недюжиной физической силой, она обладает таким зарядом доброты, который как раз соответствует дому Авраама. Вот как Авраам сидит и страдает, что в жаркий день некого принять в гости, так она рада возможности напоить не только этого чужестранца, но и всех его верблюдов, а, наверное, и всех его рабов заодно. И поэтому очень важно показать, что это незаурядный характер. Она родилась с таким запалом доброты. И поэтому по контрасту важно подчеркнуть. Может быть, это, как бывает в любой художественной форме, бывает важно подчеркнуть, немножко меняя пропорции, чтобы выпить что-то, что хочет нам показать автор. И поэтому что-то должно уходить в устную традицию, в мидраж, в а году. А может, все-таки это три года, чтобы не успели на нее повлиять дурно все окружающие ее родственники? Я думаю, что этим вашим словам можно найти довольно прозрачный намек подтверждения в самом тексте Туры. Когда она только появляется с кувшином, сразу, как только кончил свои слова, едва кончил раб или эзер свою просьбу, она тут же появляется и говорится, что она очень хороша с собой, девственница, и мужчина не знал ее. Спрашивается, если она девственница, понятно, что мужчина не знал? Нет. Там нравы были настолько испорченные, благодаря тому, что она все-таки не достигла еще возраста трех лет, когда еще таких маленьких детей обычно даже испорченные не трогают. Так что и это соображение вполне разумно. То есть она сразу подчеркивает, что она белый лист? Это да. Это да. И что происходит после этого? После этого начинается, раб ее доставляет, рассказывает Ицхаку, как он выполнил, и начинается семейная жизнь Ицхака с Ривкой. Очень интересное замечание, что он ввел ее в шатер своей матери цары, женился на ней и полюбил ее после этого. То есть не обязательно сватовство следует за тем, что полюбил. Бывают разные случаи. Вот Ицхак сначала получил с доставкой на дом невесту, которую выбрал раб. И вы спросите, как такое важное дело Авраам? Такой мудрый человек посылает раба. поручил рабу. Есть очень интересный ответ. Говорится, он раб старший в доме Авраама, который владеет всем, что у него. По-простому у него это Авраама. Но намек он владеет всем, что у него самого есть. Он настолько владеет собой, можно доверить даже такое серьезное дело. И то, как этот раб Ильезер исполняет свое поручение, как он ведет себя, есть необычайно важная наука для для каждого из нас. Что значит исполнять поручение? Значит, Ильезер является во всей этой длинной истории, сначала описывается, как Авраам дает ему поручение, потом, как он исполняет, потом, как он рассказывает родственникам Ривки о том, как он получал поручение исполнения. Он главное действующее лицо во всей этой длинной истории. Спрашивается, сколько раз Ильезер назван по имени. Ни одного раза. Вы внимательный читатель. Почему? Когда он с Авраамом или с Ицхаком, он назван рабом. Когда он представляет Авраама и Ицхака перед другими, он назван господином. Вот это называется быть настоящим честным порученцем. Когда ты не имеешь ничего за своей душой, что ты от себя хочешь от этого выиграть. Ты исполняешь волю пославшего тебя. Вот это образец, это оправдывает то, что Тора так длинно рассказывает. Что значит по-настоящему исполнять поручения? Понятно. Равзеев, спасибо большое, что пришли к нам на чай. Спасибо, дорогие телезрители. Приходите к нам в следующий раз на чашку чая. Поговорим о книге Берешит. Шалам. Редактор субтитров Редактор субтитров